всем привет меня зовут оксана и вы на канале вышивальный дурдом сегодня я буду снимать видео про пополнение моих запасов про мои покупки за последнее время с момента последнего отчета кажется в конце августа да да я купила очень много и если вы видели мое предыдущее видео про то что я объявляю стоп покупкам то в общем то все эти покупки сделаны до того как я решила объявить в общем то стоп и после того как до меня дойдут еще пара заказов пара тройка которые где-то застряли после этого все я больше ничего не буду покупать и поэтому этот наверное последнее такое большое видео у меня на канале с покупками ну как вы видите я порезвилась ну по порядку я честно говоря целый день сегодня планировала снять это видео с при солнечном свете но потом мы решили пообщаться по skype со всеми любимой кнопкой кростите она всем передает привет видео она еще не сняла и все причины все те же которых она говорила на прямом эфире с оксаной диризой все тоже самые те же причины она хочет сделать вам классное видео но все никак не получается но будем ждать будем ждать привет тебе я на давай снимай видео тем более она там тоже всего накупила мы ждем ждем и задоили дыхание с кнопкой кростить мы проговорили часа три и солнце зашло я уже подумала ну наверно сниму видео завтра а потом подумала что я живу на севере скоро у нас будет такой период когда солнце будет выходить всего на 4 часа в день и что ж теперь видео не снимать поэтому будем снимать в условиях искусственного освещения надеюсь что нибудь сможете увидеть еще я вам решила тут показать как наши гуси улетают на юга из северной альберты и на юг они улетают ванкувер а соответственно они летят кнопки cross teacher чтобы она вам этих гусей потом показала в своем видео ну вот в общем покупки были сделаны во многих в разных магазинах и первое что я хотела рассказать это про мои покупочки на ebay и приключения с ними на ebay значит была такая история я ходила смотрела что там продается и увидела что в один лот продавец выставил целых 6 наборов и поставил на нее цену на этот весь лот 6 наборов dimensions цену в 10 долларов но естественно объявив аукцион ну понятное дело что аукцион есть аукцион что цена конечно не будет 10 долларов и люди будут делать ставки и цена поднимется но я нанесла этот лот в список наблюдаю за и вот дня через два я увидела что торги за него идут но как-то вяло и осталось что-то там вроде 23 часа до конца торгов конечно практика показывает что в таких ситуациях цена вырастает до примерно рыночной и все уходят довольными ну и я посмотрела что наборчики мне в принципе все интересны хотя один из них тот который у меня уже есть но опять же вы знаете что с нитками dimensions это важно что вы иногда не хватает иногда хочется вышить раритет этими нитками но как все знают дупликаты набора всегда полезны потому что иногда не хватает ниточек иногда нужны нитки на раритет и иногда хочется просто сделать кому-то подарок то есть всегда есть куда применить второй набор почему-то это вызвало очень много вопросов когда я запостила этот набор в инстаграме куда и зачем тебе второй плавала ну в общем ну подумайте о всех тех путях которых вы можете применить дупликат набора и в общем то у вас будет вполне хороший ответ этот вопрос ничего такого экстраординарного с этим набором я не придумала но в общем я увидела что торги идут не очень цена все еще низкая и я поставила ставку на этот набор занеся в максимальную свою ставку ту сумму которая в принципе была довольно низкая и я думала что я не выиграю потому что цена то низкая и кто-нибудь обязательно уведет за лучшую цену и я в общем то торговаться и биться за них не буду я занесла в общем за 6 наборов поставила что моя максимальная ставка 120 долларов но я выиграла торги когда они дошли до 92 доллар я получила 6 наборчиков три из них dimensions gold и три из них подушки гобелен этого и доставка в канаду было тоже скажем так не дешевая что-то около 25 долларов но вы поняли что лот я выиграла за довольно низкую стоимость чему я очень радовалась что потом произошло на ebay часто так бывает что если кто-то выигрывает лот за низкую стоимость то продавец может вообще не выслать и когда пройдет какое-то время покупатель интересуются а мол где моя где мои штуки когда вы их вышлите или предоставьте мне трекинг и тогда продавец просто говорит ой наверно потерялась вот вам деньги назад то есть продавец теряет какие-то суммы за то что за листинг но в целом он может снова выставить эти наборы на продажу или этот товар на продажу и продать по более выгодной цене но в общем такие вещи происходят и мой муж часто даже сталкивался с этим на ebay но все я боялась что-то произойдет но нет человек прислал мне мои наборы и вот в общем то что у меня появилась в эти посмотрим вот у нас эти маки подушка вышивается она шерстяными нитками и мулине на габиленовым швом на у таком страми не наборы если честно пришли в таком не очень презентабельном состоянии видно что вот этот вот пытались открыть как-то но мне это не сильно напрягает потому что я их купила для себя либо на какое-то либо донорство либо вышить в общем габиленом я никогда не вышивала можно попробовать набор этот мне очень нравится рисунок мне нравится и я довольна следующий тоже подушка этого такие подсолнухи называется dramatic sunflower драматический подсолнух тоже габилен подушка выполняется тоже и шерстью и нитками мулине на страмини или этот без мулине да по моему это здесь только шерстяные нитки красивой подушки у меня будут далее этот набор у него немножко такая поврежденная упаковка как было но я решила не возмущаться потому что на если честно на фотографии лота это видно поэтому я не могу заявить что он как бы не никак заявлено в описании подушка называется морская звезда starfish и вот здесь как раз таки и шерсть и нитки мулине не знаю буду ли я эту вышивать но нитки всегда пригодятся а можете вышью такая в общем та цена за которую я выиграла эти наборы вот эти три дима голда вполне можно было вот просто их три купить а вот подушки как будто бы даже бонус но такая вот была покупочка выгодная на ebay что у нас первое смотрите вот этот маяк называется маяк который все вышивают я конечно на него обратила внимание еще лет десять назад когда я только начала вышивать тогда я жила в ситуации в которой я даже ну и помыслить не могла что мне когда-либо будет доступно купить этот набор и по логистическим соображениям и по финансовым потому что такое невозможно было тогда купить вот и мне он очень нравится и я очень рада что он теперь 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 у меня есть и когда-нибудь его выше следующий набор из этого лота тоже gold collection это как это называется это по-русски silent flight тихий полет без безмолвный полет скажем так ну тоже очень красивый в отшиве набор и я очень рада что у меня теперь появился пусть будет я его вышью хэштег я все вышью ну и тот самый набор который все спрашиваю зачем они 2 все знают что я сейчас вышиваю я вышиваю aurora cabin северное сияние и теперь умею дубликат ну как вы понимаете применение могут быть самые разные способы его применить вот например как набор донор другие проекты которые я планирую раритеты либо ну подарить хорошему человеку разыграть всякие разные могут быть способы еще у меня завелось два наборчика от пуцы вы их себе я заказала прямо в день своего рождения потому что сказала вот чё хочу то и делаю и один из них с нитками dmc один из них своими собственными нитками которые бутсила красть красила сама и оба очень нежеланные оба мне очень нравится и я очень рада что они у меня появились я и когда вы если вы помните я когда делала розыгрыш и девушка рада выиграла наборчик от бутсила крытый мост я у нее спросила хочет ли она чтобы я разобрала и нитки она сказала что да пожалуйста я не очень опытная вышивальщица поэтому у нее вот была такая просьба чтобы я и разобрала я друзья мои хотя это было очень интересно и увлекательно но я потратила где-то часа четыре на разбор ниток я вам сейчас вставлю некоторые кадры я прямо засняла в свой процесс разбора этих ниток это было что-то такое квестово-приключенческое потому что они были не dmc они были крашены буциллой и там были очень похожие оттенки но я справилась и у меня после этого появилось такое ощущение хочу свое я хочу тоже квест по разбору своих собственных ниток и вот я себе заказала и вот я себе тоже получу этот квест это было довольно интересно еще раз повторяю ну давайте посмотрим что же это у нас первая буцила это вот такой санта с глобусом если вы смотрели моем инстаграме я вместе фотографировала этот набор вместе со с моей с моим другим сантой с глобусом который реплика dimensions от classic design и там он санта дарит девочки глобус у меня два набора сантами и и оба они с глобусами и я хочу сказать что это бы случилось совершенно ненамеренно просто его вот видать у меня в голове какое-то такое подсознательное желание собрать всех сант с глобусами или что-то это значит может быть мне какой-то по фрейду фиксация на сант с глобусами я не знаю ну вот теперь он у меня есть называется санта от глобус он с равномеркой как водится и вот в этом наборе как раз такие ниточки димси то есть разбирать будет легче вот здесь белая равномерка ниточки завязаны вот таким бантом мне очень нравится художник норман рокуэлл и я очень рада что у меня есть вышивка по его работе санта клаус он очень много изображал санта клауса и в основном в его работе с компанией кока-кола когда он рисовал для кока-колы эти изображения здесь мы видим что санта держит книжечку с надписью блокнотик типа хорошие мальчики ну спорная очень спорный момент сейчас все стараются не упоминать этой вехи в истории том что там санта клаус только хорошим мальчиком и девочкам дает сейчас более более корректно упоминать то что санта дарит всем чтобы мальчики и девочки не сильно развивали свои фрустрации в юном возрасте по поводу того хорошие они там или плохие недавно еще прочитала что оказывается не кока-кола создала образ санты в красном это было раньше но именно кока-кола его популяризировала вместе с норманом рокуэлл что тут у нас история надо будет почитать я еще не читала история создания ниточки белая равномерка очень-очень радостно что у меня теперь есть этот наборчик а вот этот наборчик все наверно помнят как света горелкина сделала на него обзор и может быть многих заразила красотой и вожделением связанным с этим наборчиком я его увидела раньше но как-то положила в корзину достала положила достала так вот продолжалась пока я не увидела обзор светлана светлана что ты с нами делаешь все что ты не вышиваешь все всем хочется ну вот буцилла очередной heirloom collection rural post office at christmas это сельская почта в рождество теперь у меня и это набор как раз таки с нитками буцилла собственного окрашивания не дмс поэтому разбор будет интересным и светочка когда его обозревала сказала что схема тоже очень сложная показала нам всем но сложности и трудностей я не боюсь они меня наоборот привлекают поэтому я жду с нетерпением когда я смогу его начать может быть даже в ближайшее время надо подумать может быть я даже его начну когда я закончу свое северное сияние да тут у него мерка хотя он пришел у него вот так вот было не то что вскрыто но отклеилась запечатывающие его липкая лента но он не был открыт ранее не было все лежало нормально на амазоне канадском я его купила здесь равномерка цвета mushroom грибной цвет и вот нитки такие ну наверное в инфобоксе я вам оставлю видео на ссылку на видео света и карелкина и вы сможете посмотреть обзор на него если вам интересно еще я сделала заказ на сайте 123 stitch и первое что заказала это было не простите не равномерка это был леон belfast 32 аккаунта цвета винтаж винтаж кантри мокка на авторскую схему которую я приобрела от катерины волковой персики и сливы ой и как он называется ну в общем там сливы и надкушенный персик забыла название вот я схему купила и вот тоже наверное я как закончу свое ночное небо я приму и завтрашскую схему от катерины волковой будет интересно следующее на 123 stitch я купила наборчик от джанлин который я думала что буду вышивать в хэллоуинском сп от юлии лишенко но потом я передумала вообще передумала участвовать в этом сп потому что мне кажется что у меня в жизни сейчас всего слишком много и 9 процессов и хватит пока потому что я просто я уже даже иногда забываю что я все что я вышиваю но мне не в тягость но еще один процесс мне сейчас не хочется в общем сейчас покажу что это за хэллоуинский ну как осенняя тыквенный сюжет вот вот такой вот как бы сэмплер не сэмплер набор называется где тут название то где название просто и просто осень вот он название этого набора ну такой вот он в стиле джанлинг квадратичный бэг все такое осеннее очень мне понравился я рада что он теперь типа у меня есть а еще у меня появился друзья первый ланарте у меня раньше не было ни одного ланарте я их не видела в руках не держала в живую никогда не созерцала а вот тут теперь целый большой ланарте честно говоря когда я на ней смотрела мне было очень трудно выбрать что то такое что мне было по душе вся эта так называемая нежнятина это немножко не мое хотя мне очень нравится наблюдать за отшивами ланарте сама я ничего так и не захотела кроме вот этого вот это калаш по работе марджелейн бастан просто называется mb коллаж то есть вы видите это такое четыре сезона в огороде в саду просто как сэмплер его на самом деле можно разобрать на сюжеты если хочется можно вышивать как вот сэмплер мне очень понравился потому что я огородник я мечтаю чтобы у меня был фруктовый сад конечно посмотрим я посадила некоторые морозоустойчивые яблони и груши вот ну посмотрим что из этого выйдет вот очень мне понравился и я думаю что ну честно говоря больше ни один ланарте мне не хочется это радует когда что-то не хочется это значит что будет меньше расходов вот вот следующая покупка под влиянием ютуба я увидела что кто-то вышивает сапог от пиба климоз простите меня пожалуйста кто-то потому что я забыла кто это был и потом когда я полезла искать я не нашла поэтому напишите мне если вы меня смотрите я буду наблюдать в смысле я и так наблюдаю это значит что я подписана просто видео так далеко убежало что я не могу найти вот это сюжет который называется together in the park вместе в парке я когда на него смотрю у меня прям такое ощущение что это какой-то такой вот центральный парк в Нью-Йорке в старом не знаю ну конечно может быть Нью-Йорк но вот он такой очаровательный он такой милый и вот он трогает за душу потому что какие-то вот цвета и спокойствие и зима это все как я люблю и вот это на самом деле очень интересная художница пиба климоз она рисовала как раз таки еще жизнь амиши и менонитов а как я уже рассказывала менониты у нас здесь их много и мне очень понравилось как она сказала что да она видела проблемы в таких закрытых сообществах и конечно если вы видели фильм The Village про закрытое сообщество такого вот религиозного плана то понятно что там есть проблемы но она сказала что она изображала только хорошее и мне это очень импонирует потому что хорошего тоже много в том что вот жить в закрытом религиозном сообществе и как-то вместе и все делать и эта схема мы ее тоже обсудили с кнопкой cross-stitcher она сказала что схема довольно сложная ну как сложная что она немножко непонятный бэк и да я посмотрела буклете там какие-то прям целые инструкции как делать выполнять их хитрый бэк в общем будем разбираться смотрим что из этого выйдет но кнопка мне посоветовала как раз таки перенабирать схемы перед тем как вышивать я думаю что я так и буду делать я уже на своей королевы воронах попробовала перенабрала и сделала внесла свои изменения которые хотела сделать и это в общем то не так уж сильно долго но мне кажется в отшиве когда я смогу вышивать по саге cross-stitch саги мне будет гораздо легче еще я впервые сделала заказ в магазине стиченко и мне пришли вот эти вот замечательные ленты которые я купила для миробилии английские розы которые в общем то довольно было сложно найти но к счастью на стиченко они были надо будет их перемотать чтобы они аккуратненько лежали то есть что-то даже не вытащила также я заказала мелочи аксессуары стиченко которые показывать не буду потому что вы все знаете вот этот снаг эт игла которая позволяет протаскивать такие такие одиночные вылезшие нитки с лица наизнанку светлана левченко показывала как ей пользоваться ну и вообще было много обзоров я приобрела я приобрела свой первый мелхио и вот это такая кукуруза я обожаю кукурузу и мне кажется что это будет отличной вышивкой начать где-то в районе халуина когда праздник урожая и все такое называется она Harvest Corn урожайная кукуруза и я купила вместе с рангой которая здесь предполагается по ключу соответственно я могу вышить и сразу оформить и вышивать я этот мелхио буду когда я закончу свою бисерную рыбу так что она у меня на очереди а еще мы продолжаем периодически заходить в нашу комиссионку и продолжаем находить там различные сокровища вот например как вы знаете в последнее время старые журналы по вышивке стали довольно такими спрашиваем и даже на ebay они продаются прямо за 10 долларов за номер или даже дороже вот в частности этот я видела 9-10 долларов за номер ну естественно не будем упоминать что в нашей комиссионке вся вот эта кучка всего будет стоить 10 долларов плюс я вам показываю только печатную продукцию и все и все мы в комиссионке купили много такого неиспечатной продукции например две очень хорошие рамки для вышивки которые одна 16 дюймов другая 14 дюймов на нее нашивается работа закручивается и я уже пробовала очень чудесно мне все нравится и все это было там какие-то за две рамки по-моему 5 долларов ну в общем очень часто мы туда заходим часто что-то находим за копейки и я думаю что если в рамках своего stitch from stash то есть когда у меня будет объявлен стоп покупкам вот те 20 долларов в месяц которые я себе буду в бюджет выставлять я буду тратить если я что-то найду в комиссионке я что-то оттуда буду покупать потому что как многие выражаются из комиссионок раритеты нужно спасать вот вот этот журнал cross stitch их было где-то по-моему 6 номеров 5 номеров и вот например этот за 90-ый год март здесь есть всякие там ну конечно примитивчики такое все наивняк мишки там но есть например целая статья про полувона так где она здесь вот она полувона и интересно было почитать потому что довольно знаменитая дизайнерша вот ее работа на обложке думаю вы узнали ее стиль далее вот еще такой номер ну обзор я делать наверное не буду потому что тут все такое очень старое и наивное то есть я купила это не для вышивки я это купила просто не знаю для коллекции или может быть я на ebay продам или может быть кому-то подарю потому что у меня есть кому подарить вот ну такие вот несколько номеров самплер интересный может быть даже какой-нибудь самплер но не этот озабочусь какой-нибудь вышли вышли что-то в 91 то есть конец восьмидесятых начало девяностых далее вот такая чудесная книга стоила доллар в этой комиссионке совершенно новая сэмплер ан антикнидлворк второй том первого тома там не было это книга о истории сэмплеров здесь есть схемы и здесь есть фотографии старых сэмплеров и то как их по-новому вышли то есть где-то там фотография какого-то выцепшего сэмплера там допустим из музея и то как его как бы не то что реставрировали но вышли снова вот например из музея а этот вышитый заново плюс его схема и истории много всяких разных и история аксессуаров история сэмплеров очень интересно почитать кое-что уже почитала ну такой буклет здесь очень красивый орел и цитата из библии я человек не религиозный но мне некоторые цитаты кажутся вдохновляющими почему бы и не выжить вот например это довольно интересное от лейжер артс старый буклет ну покажу к примеру как это выглядит вот такая схема нитки анкоры дмс ну и конечно он уже весь такой заклеенный сумма 25 центов ну что ж не спасти то это буклет от дименшинс рбк точно не мой сюжет ну как я уже говорила мне всегда есть кому подарить или можно просто оставить себе для истории как такая история вышивки мало ли что через десять лет мне в голову придет далее вот два таких вот буклета два таких буклета овощи ну тоже наверное не соберусь их вышивать но для истории и чтобы спастись комиссионки почему бы не купить их два за 25 центов здесь кстати схема нарисованная от руки смотрите как вот это были все мои покупки за этот период ну я не показываю мелочи аксессуары потому что ну что я буду вам иголки и джон джеймс и ножнички показывать я стараюсь только набор и схемы но в ваших обзорах я люблю смотреть на все ну вот теперь все кто ненавидит покупки здесь вот срочно поставили дизлайки выразили свои фрустрации и недовольство с тем что люди что-то покупают но мои покупки с этим моментом сокращаются я уже ничего не покупаю я только жду еще три посылки и покажу вам все расскажу и спасибо вам за внимание заходите еще пока пока и пока Продолжение следует...